Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Я всех предупредил раньше, перед падением. А это последние несколько часов. Биткоин-четок вверх прошел. Многие там говорили, что не берешь, не берешь. А оно вон что. Упал обратно. Объемы снова уменьшаются. Это нехорошо. Это мой телеграм-чат. Илон Маск выиграл обвинение в инсайдерской торговле. Доджкоин. Это очень хорошая новость. Капитализация рынка 2.17 триллиона долларов. Индекс страха и жадности. Все еще в зоне страха. Все еще в страхе 34. Ставка финансирования негативная. И биткоин 59 тысяч долларов. В этом видео сделаем теханализ биткоина, эфира. Покажу вам свой торговый баланс на 600 тысяч долларов. Расставил ордера ниже на покупку. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. И, кстати говоря, вчера у меня было 25 тысяч просмотров. Это просто на вчерашнем видосе. Все меня смотрят. На рынке особо нет изменений. Смотрим на биткоин. 59 300 текущая цена. Открываем недельный таймфрейм. Все еще огромная чашка с ручкой. Огромный бычий флаг. Стохастик направлен вниз. И что еще я вижу интересного на недельке? Это формируется еще один паттерн. У нас тут расширяющийся нисходящий клин. Это бычий паттерн. Расширяющийся клин. Но формируется новое. Что это? Это нисходящий клин. Начинает формироваться. Видите? Нисходящий клин. Вот так он работает. И вверх выходим. Поэтому медвежий паттерн. Вниз может пойти биткоин. На поддержку может упасть. Самый худший сценарий. 45 тысяч долларов. Но я не думаю, что упадет на 45. Открываем теперь дневной график. Опять же у меня есть уже торговые идеи. На 56 тысяч и на 54. Многие там говорили, аааа. Надо брать уже заходить в лонг. Растет, растет. А затем бдыщ. И упал снова. Поднимался на 61 300. А затем снова упал. Тут я также вижу еще один паттерн, который формируется. Это симметричный треугольник. Продолжение тренда. Вот как это работает. Внутри давление, давление. И идет в направлении тренда. А тренд у нас сейчас... Если мы посмотрим на график, то мы увидим, что тренд нисходящий на дневном таймфрейме. Значит, сейчас тут нисходящий тренд. На дневном стахастик уже заходит в перепроданность. Может быть, какая-то тень вниз. На 56, 54. Переходим теперь на 4 часа. Нет, подождите. На недельном давайте еще ботов посмотрим. Криптогурбот все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Этого бота вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Биткоин-индикатор-бот держит сигнал на продажу. И пока что новой покупки не было. Теперь опускаемся на 4 часа. Объемы здесь чутка растут. Но стахастика разворачивается вниз. Снова вниз. Идем. Тут также восходящий канал, в котором ходит биткоин. Верхняя граница. Нижняя. Затем снова вверх. На 65. Вниз на 58. Пока что на 66 не зашел. Опять же здесь симметричный треугольник формируется. Давайте на часовой опустимся. Увидим тут тоже паттерн небольшой. Это что-то типа формируется. Да ничего особенного и не формируется тут. Может быть разве что. Но нет. Хотел сказать, что тут канал. Но в общем биткоин держится вроде на этой поддержке. На 58 тысяч долларов. Но любые плохие новости могут пролить рынок. В общем, две такие торговые идеи. Оставляем. Первая зайти на 56.264. 100 плюс 55.825. Риск 439 долларов. Заработать можно 49 тысяч. Это без плеча. С десятым плечом заработайте 490 тысяч долларов. Соотношение риск-прибыль 111. Еще раз, где вы можете столько зарабатывать? Цена входа по этой сделке 56.264. Стоп лосс на 55.825. Цель по этой сделке 105 тысяч долларов. На булране. И вторая торговая идея. Зайти на 54.767. Стоп лосс на 54.223. Соотношение 94. Риск 543 доллара. Заработать можно 51 тысячу. Мое минимальное соотношение это 1 к 3. Так что тут хорошее соотношение риска и прибыли. Тут 1 к 100 вообще. Прекрасно. Сейчас покажу вам свой торговый аккаунт на 600 тысяч долларов. Но сначала напомню, что под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 60 тысяч долларов. Если вы торгуете на другой бирже, вам не нравится. Высокие комиссии, постоянно теряйте деньги. Или, например, вот Binance. Заморозило аккаунты палестинцев. А Bybit этого не делает. Хорошая биржа, отличная. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализу. Будете торговать так же профессионально, как я. И ссылка номер 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. На моем торговом аккаунте Bybit. 609 тысяч долларов. В основном я в USDT. Посмотрите разбивочку. 1% в Uniswap. 81% в USDT. И 13% в MCRT. Это мои сделочки по биткоину. Смотрите, где я купил, где я продал. Зацените. Красоту игры. Тут я продал. Всех предупредил и продал. Там внизу я покупал. По 48 тысяч. Может быть, на споте покажет. На деривативах почему-то не показывает. Вот на споте давайте глянем. Вот, смотрите. Короче говоря, вот где я... Да смотрите, мои предыдущие-то, например. Где я продал, где я купил. Вот там я продал биткоин. По 66 тысяч. А там я покупал биткоин. По 49 тысяч. А затем... Вот где я продал биткоин. По 64 тысячи. И теперь я снова жду, чтобы перезайти. На 54 600 поставил заявку. На 10 биткоинов. На споте у меня ордера на покупку. На 56 500. Давайте тут на 1 биткоин зайдем. Или ладно. Пускай остается полбитка. Доджкоин по 0.053. 0.74. 0.81. Uniswap по 4.70. По 3.80. Эфириум по 2098. Uniswap на 5.40 поставил тоже. Если будет падение на рынке, то эти ордера как раз и активируются. Что ж, теперь давайте почитаем ваши комментарии. Биткоин идет вверх, а ты говорил, что вниз пойдет. Но, ребята, мои торговые идеи не то, чтобы прямо сейчас должны сработать. Я их расставляю. Да я сейчас объясню, по какой логике. Я поставил, например, на 56 и 54. Прямо сейчас не захожу. Почему? Потому что если бы вы, например, вчера зашли по 61, то смотрите, биточек уже 59. Вас бы ликвиднуло. А у меня такая задача не стоит. Моя задача расставлять ордера на уровнях поддержки. Даже, может быть, и ниже. И когда биткоин вниз идет, там срабатывают мои ордера. Биткоин отталкивается, и я уже в профите мгновенно. Вот такая у меня идея. Как можно пройти твои курсы? Под видео есть ссылочка. Заходите, покупайте. Пройдите мои курсы, кстати. Очень рекомендую. Будете торговать профессионально. Хренотябрь приближается. Обычно, да, сентябрь плохой месяц. Джеймс, почему в твоем портфеле нет инвидии? Да у меня была в 2015-м, или когда-то. Но я перелился в Теслу. Джеймс, привет тебе из солнечной Армении. Спасибо за твою работу. Пересматриваю твои видео по несколько раз. Сделай теханализ ARB. Спасибо, Джеймс, ты почитал мой комментарий. Насчет налогов. Ты действительно в этом шаришь. И что самое главное, у тебя отличная чуйка, которая на самом деле основана на опыте. Давление, которое формируется на недельном чарте, дает поводы для оптимизма. Чем больше давление, тем выше рост, когда Трамп станет президентом. Я бы, честно говоря, да, осторожно торговал до выборов, потому что всякое может случиться. Джеймс, можно ли где-то копировать твои трейды? Ты гений. Да просто смотрите мои видосы каждый день. Джеймс, а можно ли пошортить биткоин до 56? Нет. Я на таком рынке в шорты не захожу. Джеймс, мы с тобой. Прекрасно. Давайте теперь сделаем теханализ ARB и эфира. И также, может быть, посмотрим на общую капитализацию рынка. Вот он, восходящий клин. Отлично отработал. Здесь я продал. Всех предупредил и пыдыщ. Затем отскочил. Отлично. Смотрите, какой отскок. На 2300 примерно опускался и поднялся на 2600. У меня торговая идея стоит на 2316. Там я поставил ордер на покупку. Также, что также. Арбитрум. Вообще никогда не открывал им. Арбитрум. Или как? ARB. USDT. Вы там сами, конечно, это не финансовые советы. Я просто делюсь своими соображениями по рынку. Вообще никогда раньше этого проекта не видел. Не открывал график. А смотрите. Обновляет минимумы. Запустился по $1.50. Заходил на $2.30. И теперь опустился на 50 центов. Тут нужно смотреть, когда начнут расти торговые объемы. Объемы пока что не увеличиваются. Если вот так измерить даунтренд. Так провести трендовую. Ну, не очень хорошо. Не beautiful. Для арбитрума. Можем еще же вот так сделать. Правильно. Нужно через несколько касаний проводить линию. Как я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Нисходящий треугольник. Из которого вроде как и вышел. Но, на мой взгляд, если объемы упадут еще больше, не будет пампа на альткоинах. То, вполне возможно, и на 14 центов упадет ARB. А теперь посмотрим на общую капитализацию рынка. 2 триллиона. Бычий флаг. Стохастик направлен вниз. Ну, тут также восходящий клин. Нужно, конечно, почистить чарт, потому что до хрена уже всего. В общем, вот он, восходящий клин. Вышли из него. И цель может быть 1,8 триллиона. Так что есть еще возможность, что пройдем ниже. Вот почему я поставил ордера на нижних уровнях. На покупку. Вот мои ордера на покупку. Может быть, Юнисуа подобрать по текущей цене, потому что близко к моему ордеру. Давайте посмотрим на график. На самом деле, а там уже примем решение. 5 долларов 86 центов. У меня заявка стоит на 5,40. И там еще ниже. Ровно так, как я и предсказывал-то, Юни. Вот он был, восходящий расширяющийся клин. И ПДш провалился. На 5,40 у меня стоит заявка. 4,70, 3,80. Ладно, оставлю как есть. И пускай они ждут, пока исполнятся. Что ж, еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Биржа курса Телеграм. Вот он мой Телеграм. 115 трейдеров онлайн. В данный момент. Вот это новость про Илона Маска. Плюс 24% кто-то заработал на Доджкоине. Поторговал новости. Наверное. Это графики, торговые идеи. В общем, присоединяйтесь к моему Телеграму. Теперь идемте на Твиттер. Здесь у меня уже 87,900 фолловеров. Соточки не хватает. До 88. Джеймс, твоя помощь это просто благословение для нашей семьи. Мы с женой смотрим твои видосы. И вместе говорим. Привет, гуру. Илон, ты самый влиятельный человек в мире. Ты должен сделать так, чтобы твое влияние распространялось и на людей, которые тебя поддерживают. Чтобы были реальные результаты. Может быть, сделай голосование на change.org. Помоги собрать людей в организованные протесты. Как еще ты можешь превратить свое влияние в реальные результаты? Вот идите все на этот мой комментарий и тегайте Илона Маска. Единственный человек в мире, который отстаивает свободу слова. Вот у него спутники эти летают вокруг Земли. Старлинг. Вообще, как оно работает, то тогда и не важно, что там запрещают правительства. Потому что они не могут запретить все. Если вы послушаете то, что он говорит, то он проливает луч света в темном царстве. Это видео, которое набрало много просмотров. Это новости из проекта Magikraft. Что-то очень важное. Запланировано на 25 сентября. Но я не знаю, честно говоря, что это. Что-то важное для MCRT. Прекрасно. Это Владислав. Эпические видео делают они. Это статистика по Биткоин-ИТФ. Отток капитала. На этой неделе наблюдается на ИТФ. Вот и гивауэй. На моих курсах по криптотрейдингу можно выиграть один курс, который стоит 333 доллара. Для этого нужно подписаться на мой твиттер, сделать ретвит и тегнуть трех друзей. И вы получите еще скидку 10% на все другие курсы. Что ж, на этом на сегодня все. Или ладно. Давайте еще вернемся на комментарии. Думаешь ли ты, что это последнее падение перед ростом? Я действительно так думаю. Чтобы ликвидировать лонги. И затем начнем расти. Выходите вверх из бычьего флага. Трансплантируй кусок своей борды на голову. А, это я уже читал. Ладно. Вам нужна не внешняя красота, а внутренняя красота. Внутренняя сила и уверенность. Как только вы это поймете, вам вообще будет насрать. На такие мелочи. Я мог бы, конечно, что сделать. Взять вот бороду и на голову перенести. Но я же и так красавчик. Моя подружка тоже говорит, что я красотун. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Следите за тем, что вы думаете. Давайте вот сегодня не думайте негативно вообще. Весь день думайте только о том, что вы хотите, чтобы с вами произошло. Как только вы ловите себя на том, что вы думаете про другое. Остановитесь и повторите три вещи. Я хочу быть богатым. Или хочу быть здоровым. Хочу получать удовольствие от жизни. Три вещи, в общем, которые вы хотите, чтобы у вас были. Всем хорошего дня. И увидимся с вами завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok